вязание топа начинаю с построения схемы либо выкройки я буду строить в программе книг стайлер и сначала ширина длина ширина по объему груди у меня объем груди 90 делаю чуть чуть меньше 43 то есть так бы я делала 45 я буду делать 43 длина у меня 45 вот это основа нашего топа берем половину дальше делаем уголки сначала спинка 8 сантиметров вниз 9 сантиметров в сторону и уголок глубина 4 сантиметра соединяем вырезаем лишнее собственно вот это выкройка спинки лишние точки убрать готова на основании вот этой же спинки мы с вами строим перед перед у нас в принципе похож единственное что мы делаем опускаем середину еще на 4 и в общем то можно чуть-чуть опустить верхушки чтобы не были такими остренькими все вот это выкройка переда я не делаю очень глубокие очень высокие уголки мне кажется это не сильно нужно в данном случае и так перед спинка они чуть-чуть отличаются самое главное чтобы у них по бокам шли одинаковое одинаковое расстояние можно немножко изменить контур можно сделать закругление либо какой-то сложные форму разрезы ничего этого делать не буду учитывая что топ является достаточно узким он уже чем мой мой объем груди поэтому оставляем все как есть теперь что касается оформление оформлять буду полосками идем генератор полос и выбирают цвета черный и белый белый и черный какая ширина полос должно быть разрешено одну не буду делать чтобы у меня каждый раз смена цвета проходила с одной стороны чтобы не приходилось перегонять каретку значит можно делать два четыре шесть ну пускай будет еще и восемь вот такой вот разбор разброс полос примерно 100 рядов пусть остается с генерируйте мне полосы и смотрим так мне не нравится значит каждый раз перегружаем страничку и она генератор нам генерирует новую новую полосы я хочу чтобы белого было побольше ну вот так наверное принципе можно оставить две белых шесть черных шесть белых две черных наверное сойдет поэтому идем и переносим полоски программу к не ставим по две полосы белых две белых шесть черных шесть белых шесть белых шесть белых две черных и так далее наносим все полоски по указанию программы при том что часть полосы видите на на каком-то месте заканчиваются генерации потому что они повторяются то есть они дублируются поэтому мне достаточно занести вот эту часть полос и просто разнести на весь экран программа к не стайлер сделали полоски накладываем петь накладываем выкройку петельную пробу и можно идти вязать в разделе вязание совершенно не нужно чтобы у вас была электроника либо перфокарты вы смотрите указание в каком ряду меняется цвет и по указаниям программы убавки-прибавки выполняете в соответствии с расчетом который выполнила для вас выполнил компьютер здесь мы с вами видим полный расчет смена цветов вы вяжете две детали и нам останется только соединить и красиво обработать края с лямочками две детали готовы я думаю что с вязанием у вас проблем не возникнет начала с небольшой резиночки закончила уголками все как нарисовано спинка перед и для того чтобы нам сделать выполнить отделку отделка у нас идет только по верхней части сшиваете оба бока то есть боковые швы должны быть готовы соединили шов может быть абсолютно любой я делаю роликом поскольку роликом буду оформлять проймы вторым этапом мы делаем проймы от верхней точки уголка переда до верхней точки уголка спинки вот этот уголок мы сейчас закрываем с вами как хотите можете резиночкой планочкой я буду делать вот такой же ролик мне в принципе нравится потому что он не утяжеляет и ни к чему не обязывает не утолщает полотно заодно в него отлично убираются все хвостики и получается идеальный чистый край надели пройму на иглы лицом к себе провязываю первый ряд соединительный аккуратно и несколько рядочков еще шесть рядов это вот такой вот маленький рулик это шесть рядов поэтому на пройму сделаю больше девять и записываю себе что пройма девять рядов на шестой плотности потому что я сейчас буду делать точно такую же и количество игл сорок тридцать пять потому что у меня спинка чуть чуть выше чем перед поэтому на спинку на пять петель больше и теперь формирую обратный подгиб аккуратно ищем первый ряд который у нас являлся соединительным вот он это на первые протяжки их хорошо видно на контрастном полотне на черном раз два три три протяжки вот они идут их можно надеть сразу видите все соединения все узлы и все некрасивые края уходят внутрь что очень удобно если полотно не затягивает то протяжки вот первый соединительный ряд очень хорошо видны вот они надеваете все полотно все протяжки на соответствующие иголки и закрываем ряд вот закрытие петель любым способом в данном случае оптимальный двойная косичка одна петля соединительная одна воздушная таким образом и соединение хорошее и вид очень аккуратный закрываете и таким же способом на том же количестве игол выполняете вторую пойму сделаем теперь нам остается определиться с размером лямки насколько длинна она будет рекомендация возьмите просто какой-нибудь хвостик подвяжите с одной стороны к обработанной пройме с другой стороны наденьте на себя и определитесь длиной какой размер лямки вам будет комфортен удобен и приятен вот в этом большой плюс таких изделий что регулировка идет последний момент можно кстати сделать лямочки обработать горловину таким же способом и лямочки на плечиках завязывать тоже будет очень симпатично я буду выполнять круговую обработку через горловину и после того как определились размером у меня это 10 см смотрим сколько петель мне нужно для обработки и двух лямок и горловины и спинки в 200 игл я укладываюсь в притирочку но укладываюсь если не укладываете сделайте в два этапа сначала половину потом вторую половину все как обычно и так сейчас провязываем на нужном количестве игл резинку той ширины которую вы хотите видеть чтоб она закрывала лямки белья у меня резинка будет чуть-чуть поуже чем внизу и так и так и так и так и